Привет! Сегодня к вам с очень вкусным рецептом приготовления печенки в кефире. Как открыла для себя этот рецепт, стало еще чаще готовить печенку. И немаловажно готовиться совсем просто, не нужно долгих манипуляций и стоять возле плиты. Еще покажу, как приготовить нежное картофельное пюре со сливочным вкусом. Расскажу пару секретов. Итак, печень говяжью промываем. Вес печени 800 грамм. Убираем пленку, режем на кусочки. Кусочки не сильно маленькие. Кладем подходящую миску, вливаем кефир. 300 мл жирность не имеет значения, у меня сегодня 2,5%. Перемешиваем, оставляем на 2-3 часа при комнатной температуре. Если на ночь, то лучше поставить в холодильник. Луковицу порежем четверть кольцами. Берем подходящий противень, я люблю готовить вот в такой форме фирмы Талер. Внутренние размеры 30 см на 20 см. Форма керамическая, выдерживает температуру до 250 градусов. И подходит для микроволновой печи. Сейчас в официальном интернет-магазине посуды Талер действует скидка 40% на выборочный ассортимент продукции, в том числе и на этот противень. Такие противни есть разных форм и размеров. Ссылку для вашего удобства я оставила в описании под видео. На противень наливаем растительное масло, примерно 2 столовые ложки. Кладем лук. Немного подсолим. Добавим черный перец. Печень нужно откинуть на дуршлаг, чтобы кефир стек. Теперь кладем на противень и разравниваем. Ставим в разогретую духовку и готовим при 200 градусах 20-25 минут. За это время печень приготовится, немного подрумянится и останется нежной. Пока готовится печень, приготовим картофельное пюре. Берем подходящую кастрюлю, кладем очищенный картофель. Вес очищенного картофеля 1 кг. Кстати, недавно узнала, что картофель для картофельного пюре нельзя солить до варки. Проверила, действительно вкуснее получается и решила поделиться с вами. Заливаем водой и ставим вариться. До готовности. Готовность проверяем ножом. Как сварится, воду сливаем и ставим кастрюлю обратно на плиту. Нужно выпарить влагу. Это нужно, чтобы картофель потом впитал в себя больше сливок и масла. Как картофель выпарится, превращаем в пюре при помощи картофеля мелкие. И вот только теперь добавляем соль. Я добавляю чуть больше половины чайной ложки. Вы можете добавить по вкусу. Теперь добавляем растопленное сливочное масло. Продолжаем мять картофель. На плите заранее подогреем сливки или молоко и постепенно добавим в пюре. Стараемся пюре как бы взбить, чтобы оно получилось воздушным. Достаем готовую печенку и подаем с картофельным пюре. Печенка очень вкусная получается, а лук с образовавшимся соком как очень вкусная подливка. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Буду рада помочь. Для быстрой связи пишите мне в мой телеграм-канал. Я там всегда на связи. А я вам желаю отличного настроения. Кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok